Курортная зона. Всего у предпринимателя было 4 таких точки. Три он демонтировал самостоятельно после того, как получил предупреждение межведомственной комиссии. Кроме того, требования убрать незаконно установленный объект публикуют в газете в разделе с официальной информацией. Четвертый павильон после составления протокола сотрудниками муниципального контроля увезли на штрафную стоянку. Под мусор одна штука. Все, пожалуйста, закрывайте. Владелец может его забрать, если подтвердит свои права документами и заплатит штраф на первый раз 1 тысячу рублей. В последующие уже 5. С начала года в Анапе выявили более 40 несогласованных временных торговых точек. Должны обратиться в управление торговли, оформить заявку, согласовать. Если будет разрешение, заключается договор. Пожалуйста, работайте. Никто не против, чтобы люди зарабатывали деньги, но только цивилизованным путем. Выявлять подобные объекты помогают территориальные органы самоуправления. У них есть вся информация о согласованных местах торговли. Как поясняют общественники, предприниматели стремятся, чтобы их предложение было ближе всего к отдыхающим. Однако, конкурируя подобным образом, некоторые размещают торговые точки просто на дороге, без какого-либо разрешения. Тротуар, люди идут и ее обходят. Мы же общественники. У нас очень много людей в квартальных комитетах наших активистов, которые любят свой город. Которые хотят, чтобы он был красивый, привлекательный для наших отдыхающих, которые приезжают к нам. А если отдыхающие будут приезжать и спотыкаться об бочки, об какие-то там ларьки, то зачем они приедут? Они скажут, что у нас не город, а хаус. В прошлом году городская административная комиссия выписала штрафов владельцам несогласованных торговых точек более чем на полтора миллиона рублей.